Премьер-министр Армении Никол Пашинян В Армении также подчеркнули, что не сомневаются в том, что российское оружие является одним из лучших в мире. Ереван заявил о продолжении тесного сотрудничества с Россией в сфере военной промышленности и высоких технологий. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Пашинян пришел к подобному выводу после беседы с Владимиром Путиным. Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена, сказал Песков. Ранее Пашинян, комментируя слова экс-президента Армении Сержа Сарксяна о том, что войска страны могли бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны в Карабахе, заявил, что ракеты российских искандеров не взорвались или взорвались на 10%. Позже на это ответил первый заместитель главы генерального штаба вооруженных сил Армении Тигран Хачатрян. Он заявил, что ракеты искандеров не могут взрываться на 10% и призвал не делать выводов с поверхностными оценками. Через день после этого его уволили. Данная ситуация привела к обострению политической обстановки в Армении. В ответ на увольнение Хачатряна генштаб и представители высшего военно-командования армянской армии потребовали от Пашиняна уйти в отставку. Тот назвал подобную действию попыткой военного переворота. Уволил главу генштаба Онника Гаспаряна и сказал, что оставит власть только по воле народа, который его избрал. После этого сторонники армянской оппозиции стали прикрывать баррикадами центральный проспект Баграмяна в Ереване, где находится здание парламента и президентской резиденции, требуя проведения голосования национального собрания и отставки премьера-министра. Министерство обороны России, в свою очередь, выразило недоумение и удивление из-за слов Пашиняна. Ведомстве заявили, что премьер-министра Армении, вероятно, ввели в заблуждение и отметили, что эскандеры в Карабахе не применялись. Эту информацию подтвердил и президент Азербайджана Льхам Алиев. Высказание Пашиняна о нестработавших ракетах он назвал анекдотом. Минобороны России с недоумением и удивлением ознакомилась с заявлением премьер-министра республики Армения Никола Пашиняна о том, что используемые на горном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Эскандер» не взорвались или взорвались лишь на 10%. По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения. Судя по всему, премьер-министр Республики Армения господина Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию. Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К-720Э или «Эскандер-Э» испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок. Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К-720Э «Эскандер-Э» является лучшим в мире в своем классе. Это признается всеми.